В Таразе средний износ энергооборудования ТЭЦ-4 составляет 73%. Об этом сообщило руководство предприятия. Чтобы сократить эти показатели, на теплоэлектроцентрале начали ремонт, приведут в порядок котлы, турбины и другое вспомогательное оборудование. Анастасия Сулейманова расскажет. Медео Медео в 20 лет работает на Таразской ТЭЦ. Чтобы избежать сбовь и крупных аварий, контролирует работу оборудования. Говорит специалистам, всё приходится выполнять вручную. Мы работаем на устаревшем оборудовании, установленном ещё в 60-х годах прошлого столетия. Конечно, теплоэлектроцентраль нуждается в более энергоэффективном, менее энергоёмком оборудовании с высоким коэффициентом КПД. А пока вынуждены поддерживать работу ТЭЦ ежегодными ремонтами. Крупных аварий с момента начала работы ТЭЦ никогда не было. Этого удается избежать за счёт квалифицированных специалистов и своевременного ремонта, отмечают энергетики. В этом году проведут реконструкцию на 25 видах энергооборудования. На эти цели выделено чуть больше 500 миллионов тенге из областного бюджета и собственных средств предприятия. Первым делом на ТЭЦ проведут капитальный ремонт третьего парового котла высотой 24 метра. Его изношенность составляет 78%. Сейчас оборудование уже полностью остановлено и готово к началу реконструкции. Полный ремонт на ТЭЦ обязуются завершить до 1 октября этого года. За счёт выполненных работ изношенность устаревшего энергооборудования удастся снизить лишь на 3-4%. Для более масштабных работ нужны дополнительные инвестиции. Наша станция 1963 года уже морально-физически устарела. Проблема есть не только в замене оборудования, есть у нас и само здание уже устаревшее. 1961 года она возведена. И полностью, чтобы её отремонтировать, сейсмоустойчивость проверить капитальный ремонт основного вспомогательного оборудования, требуется определённое капитальное вложение. Но лучше построить новую ТЭЦ, говорят энергетики. По предварительным подсчётам специалистов на это нужно 130 миллиардов тенге. Сумма, конечно, неподъёмная, поэтому ограничиваются на объекте только ремонтами, от которых зависит своевременное начало отопительного сезона. Предприятие обеспечивает отоплением и горячей водой большую часть жителей многоэтажных домов. Например, ТЭЦ обогревает почти тысячу многоэтажек, столько же объектов юридических лиц и больше сотни бюджетных организаций. Тепло поступает к потребителям по тепловым сетям, которые изношены в ТАРАЗе почти на 65%. В текущем году мы планируем более 10 километров отремонтировать. То есть в том числе это будет проводиться и капитальный ремонт, текущий ремонт. И на некоторых участках это будут проводиться именно работы по реконструкции. Планируем дополнительно разработать проектно-сметные документации именно по 22 участкам, которые соответственно будут реализованы в 2024 году. По данным профильного министерства, общая протяженность теплосетей по стране около 14 тысяч километров. Из них 54% изношены, а это значит нуждаются в модернизации и реконструкции. Заменить всё сразу невозможно, поэтому разрабатывают проекты. В начале года была открыта новая бюджетная программа «Целевые транспортные развития системы теплоснабжения», по итогам которой в рамках уточнения республиканского бюджета 2023 года было выделено 69,4 миллиарда тенге на реализацию 47 проектов. За эти средства будет реконструировано порядка 107 километров сетей по республике. Широкомасштабную реконструкцию тепловых сетей планируют провести в 89 городах страны. В первую очередь будут финансировать объекты, которые нуждаются в срочном ремонте.